Спасибо большое. Саратов не только славен базисными исследованиями, но еще тем, что у меня доктор в лаборатории работает тоже из Саратова. Так что мы еще тоже и кадры оттуда берем. Коллеги, ну я немножечко ближе к клинической сомнологии буду. И поначалу, когда я готовил доклад, я думал, я расскажу о том, как мы насоздавали много лабораторий и как все замечательно. Но я решил немножко просто проще и практичнее быть и рассказать о каких-то последних современных, я бы сказал, практических задачах, которые мы решаем. Мы поговорим о бессоннице и ковиде, о когнитивно-поведенческой терапии бессонницы, неинвазивной вентиляции у пациентов с апноэ, новым подходом к диагностике апноэ и про гаджеты немножечко поговорим. В общем, это будут такие крупные достаточно мазки, которые вы потом в рамках дополнительной сессии и докладов можете все подробнее послушать. Это будет такой вот дайджест, если так можно выразиться. Понятно, что очевидна связь бессонницы с коронавирусной инфекцией, то есть прямое совпадение на фоне развития пандемии существенно увеличилась частота бессонниц. Но до сих пор очень много споров по поводу того, а что же собственно приводит к бессоннице. До сих пор нет четких данных, что сам коронавирус повреждает какие-то структуры сна в головном мозге. Ну как, допустим, фамильная семейная инсомния, значит так или иначе дегенеративные изменения центра мозга и все умирают. Вот в этом смысле пока не доказано прямое воздействие. Но очевидно, что это тяжелейший стресс. Вообще, когда человеку говорят, что у него ковид, по эмоциональному воздействию, это все равно, что ему сказали, что у него опухоль, рак, инфаркт или инсульт. А более того, его еще, не дай бог, забрали в стационар, а сосед по палате умер. Ну и вот вам классическое посттравматическое стрессовое расстройство со всеми вытекающими симптомами и бессонницей. Но это тоже, я скажу, меньшая часть народа. Гораздо больше это банально, а, информационный стресс. Мы с утра встаем, включаем Яндекс, ну или какую-то систему послушать, и слышим, что у нас очередной рекорд по трупам. А мы же живем не здесь и сейчас, как вообще хотелось бы жить животным, да, и как они живут. А мы живем где-то там, где у нас землетрясение, убийства, трупы, заварухи и так далее, и так далее, и так далее. Мы в постоянном информационном бесконечном стрессе находимся. Как говорится, лучше ужас, так сказать, конечный, короче, ужас без конца – это не самое лучшее средство, да, в отношении сна. И следующее – это существенное изменение образа жизни в том смысле, что мы ограничили физическую нагрузку, мы увеличили потребление алкоголя, мы нарушаем режим, если мы находимся на удаленной работе. И в этом смысле это тоже гораздо большее значение имеет в плане развития бессонницы. Но я хотел остановиться на таком пункте – бессонница после прививки от ковида. Вот интересные данные по Яндекс.Статистике. Прививку начали делать у нас в сентябре 2020 года, но никто в России о бессоннице не вспоминал. И тут вдруг в июле 2021 года резкий рост запросов. И даже пациенты начали такие появляться. Но я вам скажу, я специально так, конечно, не супер исследование проводил, но этим так поинтересовался. Так вот, в тот момент, когда у нас объявили практически обязательную вакцинацию, потому что нас в рестораны пускать не будут, у нас супер как активировались антипрививочники. И они везде начали писать, что все – смерть, бесплодие и бессонница. Вот оттуда масса была всевозможной информации о том, что человек не будет спать. А теперь возьмем простого здорового человека, который пошел делать прививку, а он все это прочитал. Естественно, это просто тяжелый стресс на фоне самой прививки, потому что человек думает, что у него бессонница, а она у него случается. Вот такой интересный момент. А, кстати, такой маленький, проведем исследование. А кто сделал прививку-то? Поднимите руку. Ага, большинство. А я уже скажу вам по секрету, 4 прививки сделал. Ну, то есть я уже ревакцинировался полной дозой, так сказать. Что касается реальных данных. Ну, по России вообще данных до сих пор нет. Я удивляюсь, до какой степени можно, вот так сказать, игнорировать здравый смысл. Но мы прививаемся спутником, а где какая-то статистика официальная? Я вот ее до сих пор не видел. Но в Англии 39 миллионов прививок, хотя, конечно, там не спутник, но Pfizer, AstraZeneca, и там частота бессонницы, она совершенно минимальна. То есть я все-таки думаю, что это проблема, скорее, нашей ментальности. А более того, ведь, понимаете, у нас, когда начались прививки, появились на Западе, у нас была антипрививочная кампания. Нам говорили, что все от западных прививок умирают. Слышали? Слышали. А наши что люди думают? Ну, если уж от западных умирают, так от нашей точно все умрут. Ну, и вот вам результат теперь. Ну, и почему важно заниматься острой бессонницей, которая развелась? На фоне прививки, на фоне образа жизни, на фоне перенесенного ковида. Дело в том, что треть таких пациентов, если мы не будем ими заниматься, хронизируются. А известно, что хроническое заболевание гораздо тяжелее лечить, чем острое. Понятно, что мы не можем устранить стрессогенный фактор. Но мы можем полечить гипнотиками. И я скажу, что если в рамках парадигмы когнитивно-поведенческой терапии нужно человека не довести до того, как у него сформируются отрицательные условные рефлексы, боязнь не заснуть, постель-бессонница и так далее. Они вполне употребимы. Растительные всевозможные успокаивающие препараты, конечно же, нормализация образа жизни и краткосрочная когнитивно-поведенческая терапия. Иногда просто человеку надо рассказать, что не надо долго лежать в постели и пытаться заснуть. Потому что у вас сформируется стойкий условный рефлекс боязни не заснуть. Поэтому гипнотики, я, ну, наверное, слышали мои доклады, я говорю, что при хронической бессоннице последнее, что я делаю, я назначаю гипнотики. А вот при острой бессоннице как раз другая ситуация. Мы еще не имеем сформировавшихся условных рефлексов. В этом смысле вполне себе можно назначать препараты. У нас огромное количество, я думаю, об этом еще много будут говорить в рамках конференции, как я сказал, у меня такой немножко дайджест. Нет значимых различий в эффективности препаратов. Более того, если вы видите, что ни один из препаратов не имеет уровня доказательности А. У кого-то поможет, у кого-то не поможет. И если мы не имеем разницы в эффективности, то нужно смотреть на побочные эффекты, на взаимодействие с другими препаратами и так далее, и так далее. И в этом смысле мы наконец-то пришли к тому, что у нас фенозепам стал спецучетным препаратом. Да, конечно, правда, у нас перегнули палку теперь в стационаре, его попробуй найди. Да, потому что это же хранить соответствующим образом нужно, особенно в регионах, да, теперь вообще не выписывают. Хотя это, в принципе, хороший препарат при соответствующих показаниях. Но в амбулаторной практике, да, у него осложнений больше, чем, допустим, у тех же Z-гипнотиков. У нас их три. Они по эффективности одинаковые, но разница у них по длительности действия. От длительно действующего до самого короткого действующего. Залиплон. Это у нас соната такая препарат, кстати, он где-то здесь тоже представлен. А антигистаминные препараты. По эффективности они тоже не отличаются от, допустим, тех же самых Z-гипнотиков. Но в чем некоторая, мне кажется, целесообразность тоже учитывать их? Если мы посмотрим на профиль безопасности, вы почитаете вкладыши к препаратам. У вас при транквилизаторах, при Z-гипнотиках написано, что это противопоказание апноэ сна. А вы сильно учитываете наличие апноэ сна при назначении препаратов? Наверное, нет. И это препарат, который во вкладыше написано, что он может применяться с осторожностью. Ну и следующее, это еще единственный препарат, который может применяться при любых сроках беременности. Хотя, конечно, естественно, нужно очень с осторожностью к этому относиться. Ну а еще мне нравится, знаете, в чем смысл? Что если человек приходит ко мне через год и говорит, что я феназепам принимаю год, или Z-гипнотик принимаю год, я понимаю, что это тяжелая, скорее всего, физическая зависимость. Если антигистаминные препараты, у них через месяц развивается толерантность. То есть, если человек через год приходит и говорит, что я принимаю донормил год, я говорю, не проблема, сейчас мы вам быстро его отменим, потому что он просто перестал действовать. Вот такая интересная штука. Поэтому, если мы говорим о том, что назначать препараты в таком достаточно жестком варианте военных действий с ковидом и с бессонницей, то назначать эти препараты, которые меньше всего навредят и меньше всего вызовут физическую зависимость. Но, если у нас уже случилась хроническая бессонница, это совсем другая болезнь. Я сейчас говорю о закрепившихся условных рефлексах. У нас будет отдельный симпозиум по этому поводу. Я думаю, приходите, послушайте. Когда у человека постель-бессонница, здорового человека положи в постель, через 15 минут он задремлет и через полчаса заснет, потому что постель у него сон. А положи человека с хронической бессонницей в постель, он что подумает? О, ужасный матрас, невозможная подушка, тут не так дует, тут не так светит, все, сон исчез. И это может длиться потом годами, вне зависимости от того, что вызвало острую бессонницу. А потом, соответственно, схронизировалась эта бессонница. В 2017 году поменялись все абсолютно стандарты во всем мире лечения хронической бессонницы. На первом месте стала когнитивно-поведенческая терапия. Когнитивно-поведенческая терапия, в отличие от препаратов, убирает условные рефлексы. Препараты нет. Ну представьте себе, даете вы препарат, у человека уже сформировался условный рефлекс боязни заснуть, постель-бессонница. Да, человек заснет, но как только вы этот препарат заберете, человек подумает, а я же сейчас не засну, и все тут же вернется. И практически я раньше, пока не занимался когнитивно-поведенческой терапией, не вылечивал пациентов с хронической бессонницей в подавляющем большинстве процентов случаев. Приходилось лечить их пожизненно. Но это мне напоминает, знаете, пример такой, вот если в двигателе стучит цилиндр, что с этим нужно сделать, чтобы отремонтировать, как вы думаете? Ну, менять двигатель, да? Ну, отвезти на ремонт, да? Можно лучше сделать, можно зажигание выключить. Цилиндр же перестанет стучать. Ну, вроде полетили, да? Ну так и здесь. Снотворное дали, да, рефлексы убили. Снотворное забрали, рефлексы вернулись. Все вы пожизненно будете лечить снотворными. Это комплекс когнитивных и поведенческих техник, которые направлены как раз на устранение дезодоративных привычек негативного мышления. Негативное мышление. Здоровый человек плохо поспал сегодня. Что он думает насчет того, как он поспит завтра? Да высплюсь. А что думает человек с хронической бессонницей, если он сегодня поспал чуть хуже, чем вчера? Что завтра будет все еще хуже. Да? Интересно, что дигитальная, так сказать, медицина проникает везде. Вот в 2020 году впервые рецептурная программа онлайн. То есть это выписывается врачами на рецепт, на когнитивно-поведенческую программу, проводящуюся онлайн. И это финансируется, то есть оплачивается страховыми компаниями. То есть проведено было масса исследований, которые показывали, что это эффективно раз, и сохраняется эффект два. Но в рамках отдельного симпозиума мы поговорим об этом, что там уже 15 метаанализов приблизительно, которые показывают очень хорошую эффективность когнитивно-поведенческой терапии. Мы тоже к этому прилагаем определенные, так сказать, усилия. Где-то в течение полутора лет своей командой мы разрабатывали вот такой электронный дневник сна. И на самом деле сейчас мы практически все пациенты, ведущие программу когнитивно-поведенческой терапии, у нас заполняют этот электронный дневник сна. Вот так табличка выглядит, которую мы можем смотреть. Вот так у нас выглядит графическое представление данных. Это исходная у нас ситуация, где пациент просто неделю, вы видите, лежал в постели порядка 10 часов, при этом субъективно спал 5. А это мы ему резко сократили время пребывания в постели. Сначала он вообще не спал. Ну техника, так сказать, контроля раздражителя. Не спишь в постели, не лежи. Но потом, как мы видим достаточно быстро, уже через 2 недели, индекс эффективности сна практически достиг 90. То есть очень эффективная техника. Я сейчас вылечиваю порядка 70% пациентов с хронической бессонницей за 6 недель. Это такой электронный сомнолог, книга, вы видели ее там, да, фактически это самоучитель по конъективно-поведенческой терапии. Цикл лекций, сопровождающий книгу. Ну и электронный дневник. То есть сам пациент может заниматься. Мы имеем уже сотни отзывов, когда люди сами занимаются по самоучителю. И, в общем-то, вполне себе хороший эффект имеют. Теперь, синдром обструктивного апноэ сна и ковид. В общем-то, это все новое, давно забытое, старое. Отчего у нас люди умирали с синдромом ожирения гиповентиляции раньше? От банальных респираторных инфекций. И так уже на пределе работает система. Заболевает человек обычным респираторным заболеванием, не дай бог, пневмонией. Выключается какая-то часть легких из газообмена. Все, смерть. А сейчас пневмонии направо и налево. И эти все пациенты, это группа риска по тяжелому течению и летальному исходу. А более того, вы обратите внимание, ухудшается прогноз. Огромное количество по этому поводу исследований, что при синдроме обструктивного апноэ сна ухудшается прогноз у пациентов с ковид. Как раз за счет вероятности развития острой дыхательной недостаточности. Интересно, Илон Маск не только ракеты запускает, не только Тесла строит. В 2020 год он дарит Нью-Йорку тысячу аппаратов. За что его сильно критикуют. Говорят, слушайте, ну что вы подарили СИПАПы какие-то? Это же не вентиляторы, они же вообще не поддерживают жизнедеятельность. Ну вот, собственно, это картинка из этой газеты. Сейчас мы имеем уже систематический обзор, 26 гайдлайнов, где во всем мире до 50% пациентов с нарастающей дыхательной недостаточностью применяют СИПАП-терапию, и это позволяет в значительном проценте случаев избежать неинвазивной вентиляции легких. Фактически мы лечим апноэ, мы лечим синдром ожирения гиповентиляции, это профилактика нарушений. Вот обратите внимание, уже достаточно большая статистика по этому поводу, что применение неинвазивной вентиляции позволяет компенсировать этих пациентов. Между прочим, есть аппараты, которые прямо уже, видите, с пульсоксиметром, то есть можно прямо фактически лечить и контролировать одновременно. В наших клинических рекомендациях тоже все это описано. Но я много, я так или иначе занимался консультированием в плане подготовки наших рекомендаций. Проблема заключается в чем? Когда попадает человек в обычную красную зону, кто там работает? Лоры, терапевты, неврологи, урологи, офтальмологи, всех, кого нашли и кого загнали, те и работают. И если пациент попадает с тяжелым апноэ с хронической гиповентиляцией туда, представьте себе, у него и так сатурация 85. И тут видят эту сатурацию. Что начинают давать? Давать высокие дозы кислорода. А что происходит с пациентом с ожирением гиповентиляции, когда ему дают большие дозы кислорода? У него гиперкапния начинает резко нарастать, он начинает загружаться. Куда его девают? Его девают в реанимацию, уже в загруженном состоянии. Реаниматологи, ну тот же Царенко, например, мы много с ним по этому поводу общались, говорят, нам уже привозят таких пациентов, что уже поздно делать неинвазивную вентиляцию. То есть там еще рано, и там вообще никто не делает, а там уже поздно. И все, это полный тупик. То есть если человек не поехал со своим СИПАПом в стационар, все он окажется в итоге на искусственном вентиляторе. Поэтому желательно до того, как человек заболеет ковидом, а у нас все им заболеют раньше или позже, желательно, чтобы этот человек полечился и имел свой СИПАП, если у него тяжелое апноэ. Ну еще одна картинка по поводу принципов лечения. Вы видим, что здесь достаточно большой зазор для неинвазивной вентиляции, это в наших рекомендациях. Но только, к сожалению, далеко не 50% пациентов у нас в стационарах пользуются СИПАП, если такая необходимость есть. Новые подходы в принципе к диагностике тяжести апноэ. Тоже здесь вы можете быть отдельный симпозиум по так называемой компьютерной сомнографии. Это единственный не полисомнографический метод, который достоверно сейчас оценивает структуру сна. Но я, может быть, даже не столько хотел по поводу самого этого прибора, он уже достаточно долго применяется, вот он, собственно, и применяется для диагностики нарушений дыхания во сне. А в том, что у него автоматическая обработка данных по FDA, которая разрешила автоматическую обработку данных. Сейчас у нас как это выглядит? На приеме приходит человек, мы ему выдаем аппарат, он с утра приходит, мы подключаем, нажимаем кнопочку, нам сразу выползает заключение. В общем, даже не надо, там этапа расшифровки никакого. Ну, а это некоторое обозримое будущее, это одноразовые приборы, которые сейчас начали активно развиваться во всем мире. То есть, в общем-то, это приборчик, который отсылается пациенту, человек делает исследование и просто выбрасывает этот приборчик. Да, но по цене обычной полисомнографии. В чем проблема? Ну, все, наверное, слышали про исследование SAVE, которое показало, набрали достаточно большую группу пациентов, это крупное исследование, брали и смотрели, профилактику ли обеспечивает у нас СИПАП-терапия серьезных сердечно-сосудистых осложнений. Оказалось, что СИПАП-терапия в этом исследовании не обеспечивает профилактику сердечно-сосудистых осложнений. Ну и потом на каждом шагу кардиологи начинали доказывать, извините, почти с пеной у рта, что ваш СИПАП никому не нужен. Но, давайте возьмем это исследование и посмотрим. Средний возраст мужчины, кстати, чем старше, тем меньше осложнений при СИПАП-терапии, при апноэ сна. Средний индекс всего-то 29, то есть это даже не тяжелая степень апноэ. Время использования 3-3 часа за ночь, то есть половину времени сна только человек пользовался. Причем исключались из исследования пациенты с выраженной сонливостью, с значительным снижением сатурации и застойной сердечной недостаточностью. То есть, в общем, если взять относительно здоровую часть населения, которая к тому же будет еще только половину времени лечиться, то, наверное, мы профилактики никакой не обеспечим. И в этом плане логичное развитие, это уже 2020 год. Дело в том, что можно иметь индекс 30, при этом вообще не иметь никаких сердечно-сосудистых осложнений. И вопрос, а нужен ли СИПАП такому человеку, если у него сонливости нет, гипоксии особой нет, осложнений нет, или, может быть, заниматься просто профилактикой. И, в общем-то, понятное дело, что если мы попадаем вот в эту группу, это при индексе выше 15, да, тяжелые симптомы, значительное влияние на органы мишени, то таких пациентов лечить надо. А если при индексе выше 15, но у нас вот здесь пациент находится, очень большой вопрос, нужен ли ему СИПАП. И интересно, что у нас последняя рекомендация Американской Академии Медицины СНА уже не указывается индекс, при каком нужно лечить. Обратите внимание, рекомендуется для лечения с избыточной сонливостью, ну, то есть те, кому качество жизни страдает из-за опноэ, что и коморбидной артериальной гипертонии, то есть вот эти первые три рекомендации показания к СИПАП-терапии. Но не просто оценка какого-то индекса, это в принципе логично. Просто оценивать степень тяжести по одному критерию, но мы же не оцениваем степень тяжести пневмонии просто по температуре, ну, или просто там по какому-нибудь одному показателю. Так, как правило, комплексный показатель. Так вот здесь тоже важно не просто на индекс опноэ, гипопноэ смотреть, а на то, насколько это опноэ сопровождается теми или иными проблемами коморбидностью у этого пациента. Ну, и опять же, мне нравится выражение, что снова это давно забытое старое. Давайте посмотрим 2005 год, испанские рекомендации. Так вот, если индекс выше 30 и имеются выраженные симптомы, вот тогда СИПАП. Если выше 30, но минимальные симптомы, то СИПАПа еще нет, а если меньше 30, то вообще только общие медицинские мероприятия. И я скажу, в этом тоже есть определенная логика. Назначать СИПАП пациентам с индексом 6, как бывает у нас иногда ситуация, человек бедняга потом мучается, говорит, а мне сказали, что я умру с индексом 6. Да, ну и вот купите СИПАП. Ну, я понимаю, в конце концов, да, мотивацию этих докторов, но это крайне ложная мотивация. Гаджеты. Ну, наверное, слышали про такой трекер. Огромное количество. Я взял такой, один из самых продвинутых и самый такой, ну, рекламируемый, наверное, да. Масса датчиков, которые смотрят дыхание, оценивают движение, сокращение, вариабельность ритма, двигательную активность и так далее, и так далее, и так далее. Исследование. Ну, это, обратите внимание, 2019 год, сравнение с полисомнографией. Где-то совпадение есть. И я скажу, по оценке длительности сна, эти приборы уже вполне себе хороши. Но если мы оцениваем результаты с точки зрения просто спит, не спит, ну, практически стопроцентная точность. Но если стадии сна, обратите внимание, всего-то 65, 51, 61 стадии сна. То есть в этом смысле приборы еще, по крайней мере, в 2019 году были не очень точны. Но выходит следующая генерация в 2021 году. Исследования показывают, что смотрите, как точность уже начала возрастать. С 57 в среднем, по оценке стадии сна, до 79. А это уже почти точность полисомнографии. Ну, понятно, что нужны еще валидизационные исследования и так далее. Но я думаю, что в течение нескольких лет вот такие всякие колечки и приборчики будут абсолютно, ну, с очень высокой точностью диагностировать уже и стадийную структуру сна. Ну, а это некое такое будущее. Это как-то Владимир Криицкий, вон он там сидит, дал мне поносить. Я, правда, не знаю, чем сейчас этот приборчик. Обратите внимание. Вот датчиков вообще не знаю, там какое-то немеренное количество, да? Частота дыхания, насыщение крови кислородом, сердечный ритм, вариабельность ритма, давление, температура тела, ударный объем, сердечный выброс, кардиальный выброс и сопротивление сосудов. Вот такие уже данные можно приводить. Ну, уж если Apple зашла сюда, то, как вы понимаете, скоро у нас все вообще будет нормально. Простыня представляет собой датчик. Одеяло представляет собой датчик. Вы просто легли, укрылись, и все про вас теперь будут знать. Это тоже, думаю, буквально через несколько лет. Патент 2020 года. Ну, вот еще пару снимочков. Это на какой-то конференции. Это уже приборы, которые улучшают сон. В частности, этот, он улавливает дельта волны. И в ответ на это начинает посылать звуковые сигналы, которые немножко увеличивают плотность дельта волн. Ну, то есть, в общем-то, потенциально человек может лучше высыпаться при этом. Такой слепкуб, который у нас исследователи сделали и продвигают. Их работы показывают, что как-то ситуация улучшается. Пока независимых, правда, исследований нет. Но потенциально это тоже технология. Хотелось бы, конечно, приборчик какой-то на себя бы нацепил, кнопочку нажал, да, мозг выключился. С утра только нужен будильник, чтобы эта кнопочка включилась, да. То так вечный сон и наступит. Ну, и я, собственно, уже заканчиваю. Я просто хотел своим докладом показать, что у нас все быстро, динамично меняется. Ну, что вы, допустим, 2012 год. Севровентиляция. Это показания с доказательностью А. Лечение дыхания чейнастокса. 2016 год. И я в 2012 году учил коллег и говорил, что да, прекрасно севровентиляция работает. Она прекрасно устраняет чейнстокс. Но оказалось, что она устраняет чейнстокс, а при этом смертность растет. В 2016 году провели исследование, и теперь это противопоказание с уровнем доказательности А к применению у пациентов с чейнстоксом и с сердечной недостаточностью. То есть вот так у нас сомнология развивается, да. Ну, это можно посмотреть координаты Бузунов Роман, да, видеоканал мой. В общем, надеюсь, вы будете спать так же замечательно, прекрасно и удивительно. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok